Министерство спорта России рекомендовало спортивным организациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований. Чувашия хоть и находится на первом этапе снятия ограничительных мер, однако лихоатлеты уже готовятся к чемпионату республики. На занятиях группы заслуженного тренера России Валентина Давалова побывал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Уже неделю, как подопечные заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Валентина Давалова, получили возможность возобновить занятия на дорожках республиканского стадиона Олимпийский. И судя по настрою, лихоатлеты уже готовы показать результаты своей работы на самоизоляции на ближайших состязаниях. Все ждут, и все вопросы состоятся, не состоятся. Мы сами уже так волнением ходим, ждём этот старт. То есть, дождались уже старта, что и говорить. Конечно, он будет долгожданный старт, кстати, чемпионата республики. Самый титулованный в группе Валентина Давалова мастер спорта страны Владимир Попов для 28-летнего бегуна, в активе которого есть награды всероссийских и международных соревнований, предстоящий чемпионат Чувашии будет уже 11-м. Но, несмотря на столь солидный стаж, действующий чемпион республики к старту готовится серьёзно. Сейчас такой загрузочный период у нас. Мы готовимся к стартам проходящим. Не знаю, как и будут, конечно, но надеемся. Данная работа была контрольной. Чувствовалась сила, уверенность и готовность биться на стадионах России. Старты на чемпионате Чувашии ждёт и коллега Владимира Попова по тренировочной группе Валентина Давалова, 17-летний Даниил Дмитриев. Для уроженца деревни Шибулаты Урмарского района нынешний чемпионат будет только вторым. Но бегун готов дать бой своему старшему и более опытному товарищу. Я учусь в училище Олимпийского резерва. Но сейчас оно закрыто. Я поэтому уехал домой. Тренируюсь дома. Но приезжаю сюда, как тренер вызывает на тренировки. Приезжаю. Считаю просто важным для себя это. Тренироваться. Слушай тренера. Вячеслав Ильин. Вести Чувашия.